итак сегодня расскажу что у меня находится в ванне вот в этом вот шкафчике какая косметика и чем я пользуюсь ее тут много но в принципе это практически все что я привезла из лондона ну кроме неких запасов которые мы сделали на пандемию с мамой в прошлом году итак начнем наверное с парфюма которым я пользуюсь постоянно для поднятия настроения мне вот реально запахи очень помогают как-то настроиться на что-то ну каждый запах зависит от того на что я хочу настроиться допустим hugo boss я в принципе использую всегда hugo boss woman это у меня практически с детства ну как с детства с юношества любимые духи вот это вот бритни спирс midnight называется я использую часто для того чтобы уснуть мне очень помогает этот сладкий запах gucci guilty я получила от какой-то подружки на ей надоело запах он в принципе очень приторный и сладкий вот уже иногда использую для какого-то своего настроения уточку эту я купила маме когда-то в дьюти-фри когда летела домой а эти духи я получила в качестве гуди бека в качестве как бы презента для прессы это на бридл шоу видите написано бридл парфюм бридл шоу это свадебное шоу какое-то арабского такого типа духи очень легкие так скажем но с восточными нотками потом у меня есть эйфория ковин кай мне очень нравился этот запах но в принципе очень приторный такой терпкий я купила это по возвращении из северной ирландии тоже в дьюти-фри по-моему переплатила 55 что ли фунтов я заплатила в россии это стоит дешевле хотя в россии качество конечно косметики совсем другое но об этом я тоже буду рассказывать и и вот хуга босс еще deep red тоже по моему купила в каком-то дьюти-фри так попробовать вроде мне понравился запах вот этот хуга босс deep red и эйфория ковин кляйн я использую в основном зимой потому что ну такие терпкие запахи они выветриваются зимой лучше и становится легкий но с какими-то пряными нотками эти шампуни мама приобрела по моему в паум лэнди или где-то мы путешествовали по моему то ли в корнвелл то ли в эльс в общем ей понравился дизайн бутылочек я не пробовала ну когда попробую расскажу пока что они просто стоят для красоты мама ими любуется она любит такой фиолетовый цвет поэтому вот как бы в одном типе у нас три бутылочки стоят наверху этого шкафчика ну что тут еще у меня есть салфетки которые покупала еще в лондоне титри по моему три по цене одного фунта в магазине сейверс вот этот вот хороший стейн римула то есть пятновыводитель очень хорошо выводит пятна особенно на ковре я им постоянно пользовалась в англии но сейчас не использую не прилипает в англии нету антистатиков поэтому мне приходилось маме постоянно заказывать если я выходила куда-то в платье или в юбке они прилипали к колготкам в общем антистатик это вещь в англии постоянно привозила из россии но сейчас он мне не пригождается я в колготках пока не хожу вообще я перешла на брюки по осени ну эта штучка это чистить от пыли и от волос одежду дополнительно где-то у меня тут стоит вот она падает тут у меня очень много все вот эта штучка это тоже я еще в англии покупала по моему в примарке не пригождается сейчас мне практически ничего не пригождается поэтому вот все стоит я очень редко выхожу в центр города чтобы как-то накраситься принарядиться там что-то а так в основном собакой гуляю работаю уже с домом ну вот если только на мероприятия на какие выхожу тут просто коробочка по моему тут было то ли мыло то ли что это я в текимаксе покупала отодрала этикетку шуга план она может быть какой-то шампунь или что по моему я просто коробочку купила за 1 фунт на распродаже мне очень понравилось такая интересна смотрится открывается очень удобно внутри ничего нет дальше что тут у меня еще есть вот такая вот присыпочка тоже флотики макси покупала наклейки уже нету сколько стоила она по моему фунта два или три но я конечно как всегда на распродаже может за фунт или за 60 центов что-то такое очень вкусно пахнет кстати присыпка часто пригождалась мне в англии как для животных так и для себя я жаркий человек особенно когда в жару было приходилось вот как-то мазаться ею в общем немножечко подсохнуть так ну это гель для умывания я сюда просто перелила тот который мне не подходит купила я его в фикс прайси ну вот с такими вот всякими блестяшками мне не подходят такие гели могу подарить а тут еще стоят у меня всякие масла ароматические вот этот я привезла christmas пай очень вкусно пахнет рождеством купила в сейнсбурге а все остальные купила в ленте по моему это что тут у меня можжевельник лимон и мята я их добавляю по капельке в освежитель воздуха вроде бы как какой-то привкус возникает не часто я сейчас пользуюсь но бывало так что пользовалась освежителем воздуха с запахами на следующей полочке у меня стоят в основном средства для ухода за телом за волосами порошки ну сейчас сначала какие-то шампуни вот тут и гели это все мы с мамой покупали на пандемию ну салфетки я думаю не надо объяснять все ими пользуются пригождаются но не часто тоже помните я показывала как мы ходили в ленту и наборами покупали вот эти вот гели для душа и шампуни очень были дешевые так как эти были подарочные наборы там к 23 февраля и к 8 марта а мы ходили там в апреле в мае ну когда вот пандемия началась в том году и и они были там чуть ли не за 100 рублей два тюбика там по моему вот если фа это был дезодорант и гель для душа и с шампунем шаума тоже было что-то еще а может ничего не было может это отдельно мы покупали точно не помню чистую линию тоже мы покупали но чистая линия для моих волос не подходит шаума я использую так если просто надо помыть голову не выход в свет дальше ну дезодоранты пригождаются конечно же но не часто я попозже расскажу про мои любимые боди лосьоны так значит тут что у нас вот этот вот я использую хоть он и мужской но если очень сильная жара хочется освежиться он такой освежающий гель для душа этот я еще не пробовала это что у нас гель для душа для тела и волос ну тоже для мужчин ну когда никуда выходить не надо и пахнуть не надо как женщина так скажем я и этим пользуюсь так это мы купили у мамы были что-то проблемы с мускулами или с чем-то лошадиная сила в принципе хороший гель ревматизм там по-моему для ревматизма или еще что-то я им пользовалась когда у меня болели мышцы когда помните я рассказывала на неудобных кроватях спала были нервы и в общем все зажимы я снимала вот этим вот тонизирующим гелем в принципе хорошо он помогает но это не реклама так просто нечаянно где-то кто-то дал попробовать и мы вот купили еще про запас вот этот гель который я в принципе использую но это запасной сейчас у меня на раковине стоит такой же уже заканчивается вот поставлю следующий дезодорант это все понятно блендомет там еще стоит тоже в прок купили так это hair and body мне дала когда-то Моника ей не подходило я использую это для волос так чтобы они не электризовались тоже уже на донышке осталось для записи роликов часто используем лексона понятно это все знакомо этот глискур я покупала то ли в бутсе то ли в каком-то типа паундленде магазине я все ищу вот такие вот средства для волос чтобы волосы блестели вот написано как бы liquid silk то есть для блестящей с кератином с серой и он в принципе да более-менее подходит но у меня до этого какой-то спрей для волос был вообще шикарный просто наносишь буквально пару брызгов и у тебя волосы становятся супер блестящими я его как-то покупала в паундленде кстати то есть дешевый но работал вообще вот так вот отпадно но последние два года я не могла найти такой чтобы был шикарный блеск поэтому вот пыталась поискать каких-то понакупала тут оказывается вообще heat protection то есть от жары защита от жары это не знаю где-то на какой-то выставке или где-то что-то взяла тоже не знаю что это и тоже еще пока не использовала волюмы объем а это ну типа лака для волос лаки я вообще очень редко использую на свои волосы дезодоранты все еще из Англии привезенные вот это тоже я же говорю еще для блеска кератин и витамин е купила fix price не знаю еще не пробовала надо попробовать будет посмотрим как он действует несмываемый для окрашенных и поврежденных волос эффект ламинирования в общем не знаю попробую покажу вам так и мой любимый треземе в принципе я пользуюсь в основном этим шампунем для своих волос и он мне очень хорошо подходит но только английский русский конечно я вот купила вот такой с кератином ну тоже ничего но английский намного лучше волосы становятся просто блестящими шикарными такими это так поддерживает ну конечно намного лучше чем шаума или чистая линия есть еще вот такой repair protect то есть восстановление и защита с биотином но это все русские английский у меня по моему еще дома у мамы остался я им пользуюсь там голову часто мою так что тут ну в общем трезема я купила тоже лак для волос просто был очень дешевый так он стоит там по моему 380 что ли а в окей продавали со скидкой 90 рублей я купила не помню в связи с чем может быть срок годности заканчивается но я на это сильно не смотрю не обращаю внимание это hand wash то есть гель для мытья рук мы его тоже как бы стараемся не использовать а держим для красоты просто такая баночка красивая фиолетовая маме всегда привозила все такое фиолетовое и синие она любит фиолетовый и синий цвет вот ну это я уже рассказывала там всякие расчески зубные щетки я использую для расчесывания бровей это у меня просто запасная зубная щетка тоже получила я ее кстати на какой-то выставке тут еще был где он тут вот он для отбеливатель такой colgate white не знаю эффекта того что это как-то отбеливает зубы я не нашла не заметила ну и там куча всяких карандашей которые у меня откуда-то появляются то ли подружки отдают то ли что я их тоже пока не использую но может когда-нибудь что-то и буду использовать вот черный карандаш допустим но у меня тут черных карандашей надо закончить вот эти потом пойдут в ход эти этот крем помните я покупала его в лидл с серой я использую после чистки лица вот этой вот пилинг с каткой о которой я вам тоже рассказывала сейчас еще раз расскажу и вот этот бирюзовый с отбеливающим эффектом крем косметический купила тоже в фикс прайсе в общем в фикс прайсе я пытаюсь найти что-то интересненькое для себя дешево и сердито как говорится ну ладно поехали ниже тут у нас пилинг скатка будет лосьоны и все для лица быстрый макияж называется эту пилинг скатку мне посоветовала подружка моя женя я ею пользуюсь раз в неделю очищается в принципе поры очень много выходит жира и грязи с лица и потом она сказала надо какой-то каким-то хорошим кремом с серой смазывать вот я его уже практически докончила поэтому вот этот крем с серой стоит еще это какой-то какая-то эмульсия я купила в тике макси на распродаже четыре таких разных тюбика было последний остался ботерест не знаю какая-то китайская косметика в принципе неплохо мне подходила это вот эмульсия только ну так себе все предыдущие я уже истратила тут что у нас фейсбалм это мне дали на какой-то выставке про выставки я кстати буду рассказывать про всякие вот эти вот штучки это видите такая деревянная по-моему это органик выставка была органик косметика не деревянная даже а бумажная картонная картонный тюбик для того чтобы не использовать не загрязнять окружающую среду то о чем я говорила очень часто люди за рубежом думают об окружающей среде ну вот такой вот косметический воск я бы сказала что тут написано intense ну просто для лица для того чтобы rose hip oil органик джо жаба в общем для того чтобы сделать его гладким и блестящим натуральный скинк то есть уход за кожей этот блеск гель я купила здесь в россии и возила его в англию для того чтобы укладывать челку но так вот он мне в принципе немного пригодился еще остался так что просто лежит вот это очень хороший крем green ball тоже получила на выставке намного меньше тюбик но потом купила себе вот такой большой заказала даже несколько штук там три по цене двух было по моему мне очень хорошо он зашел от прыщей стало намного лучше кожа а вообще он используется это сто процентов натуральный multi-purpose то есть в разных для разных целей calming balm то есть успокаивающий такой бальзам даже я бы сказала воск выглядит он вот так и он не не как крем намазывается немножечко вот буквально капелька и очень хорошо заживляет ранки порезы ожоги очень быстро вечером допустим на лицо я накладываю утром какие-то болячки или язвочки от прыщей практически сходят на нет вот поэтому я его решила побольше заказать и вот у меня он еще с лондона стоит вот так ну что начну рассказывать сначала про буди лосьона в сентябре 2011 года я впервые попала на ювелирную выставку где мне дали goody back опять же таки пакет презентов и там был ну другой боди лосьон эти кстати у меня уже все парфюмированные hugo boss cali minogue kate moss и кристина агилера кстати вот такой у меня еще есть парфюм тоже был любимый в лондоне сейчас у меня уже осталось на донышке стоит у мамы в квартире очень люблю вот этот вот запах поэтому тоже кристина агилеру я купила по-моему три лосьона по цене двух один вот такой тюбик стоит 10 фунтов и то если найти подешевле поискать подешевле ну это парфюмированные то есть таких вот фирм как hugo boss кристина агилера калий minogue то есть таких знаменитых марок есть подешевле вот kate moss я покупал по 2 или по 3 фунта ну в чем смысл этих боди лосьонов в том что ты в принципе все равно потеешь но запах обалденный то есть ты пахнешь парфюмом у тебя нету абсолютно запаха пота если ты с утра намазал немножко подмышки вот этими вот лосьонами у нас в россии я такого не встречала по крайней мере в широком использовании не видела и даже не видела что продается если кто-то знает где можно купить ну у меня в принципе пока еще много осталось потому что я мало выхожу в город я же говорю дома я использую обычные вот такие дезодоранты ну вот если нужна такая защита от запаха на день вот это вот очень хорошо помогает так что еще вот это тоже в каком-то по-моему а знаете была распродажа паундленд закрывался и там все продавали по-моему по двадцать пи по двадцать пени и я накупила всякое-всякое-всякое дребедине ну а что не сходить и не купить это для эффекта мокрых волос намазываешь вот этот гель и у тебя создается впечатление что волосы такие мокрые это тоже на какой-то выставке тоже биба лосьон наверное тоже а нет вот для лица нарисовано в общем это для того чтобы растереть втереть в кожу какой-то воск для чего непонятно тут что у нас лаванда а тут хаваи все это выглядит вот так то есть видите я даже еще не распаковывала и тут бии нарисована то есть пчелка потому что сделана на основе меда тоже по моему на выставке органик косметики я получила это в качестве презента для прессы пока не пробовала потом покажу и расскажу этим я брови выщипываю этим я ногти стригу я такой простой человек не хожу ни по каким салонам сама все себе делаю а вот это тоже eyebrow shaping wax то есть для создания формы бровей тоже воск я им пользовалась всего пару раз для того чтобы создать форму бровей чтобы оно они застыли так как мне надо ну точилка я не буду рассказывать вот эту штучку мне тоже дали вообще всю косметику в основном я не покупала в лондоне а мне давали на различных выставках вот такие вот как бы пробнички потом если тебе нравится идешь и покупаешь уже в магазине или может дают даже целую большую вот допустим духи мне дали целую большую бутылку ну не знаю сколько тут миллиграмм тридцать или пятьдесят ну вот использовала уже половину нравится мне вот эта штучка ну как сказать подкрасить надолго губы таким вот жидким раствором в принципе держится долго и не создается эффект накрашенных губ губ а просто они немножечко такие румяные становятся румяные для губ карандаши я тоже не буду рассказывать брови у меня очень плохие выщипанные все уже поэтому мне приходится их красить вот таким вот коричневым карандашом глаза подкрашиваю обычным черным да у меня есть единственная аллергия на глаза на тушь мне приходится покупать дорогую диоровскую в основном я ее покупала когда летела в лондон то из лондона в общем в duty free есть у меня просто диор есть waterproof диор как это показать то стоит она по моему около 20 фунтов то есть 2000 рублей но на нее у меня никогда не болели глаза на всю остальную тушь у меня болят глаза ну я в принципе тушью тоже очень редко пользуюсь вообще косметикой в лондоне практически перестала пользоваться единственное что у меня как говорится проблемная кожа я все закрашивала тоналками тоналки тоже очень сложным я подбирала для своего лица мне хорошо подошли в последний год вот такие вот Rimmel Match Perfection но у нас они не продаются я накупила их достаточно много по моему штуки 3 перед отъездом и они у меня уже сейчас все закончились у нас они в России не продаются в магазинах я заказываю на озон опять же таки на озоне русское производство или я не знаю откуда они их привозят не английское качество то есть немножко похуже но все равно этот тональный крем очень мало видно на лице то есть он как поднатуральный но прыщи хорошо замазывают этот мне не подошел Maybelline New York Super Stay очень жирный и очень сильно видно на коже поэтому я им пользуюсь так куда-то с собакой выйти погулять что если недалеко от дома так намазал и пошел ну уже заканчивается больше я такой покупать не буду а этот ланком в принципе хороший только единственный цвет не мой какой тут не написано а 048 цвет не мой мне этот выдали на выставке идеалхом шоу о ней я рассказывала там были гуди бэги абсолютно для всех посетителей и я даже пару раз зашла но выставка идет целый месяц поэтому я пару дней походила и взяла два пакета один уже использовала этот вот ну он очень темный поэтому если я загорела то еще могу накрасить поэтому он у меня стоит в этом году я не ездила на пляже не загорала на море вот поэтому пока стоит пользуюсь я в основном вот этими двумя этот тоже достаточно темный но этот по моему еще остался с лондона тоже на загар в лондоне я чаще загорала чем в россии а этот купила вот уже посветлее и им сейчас и пользуюсь заказываю на озоне если кому-то надо попробуйте может вам тоже подойдет ну и что еще вот этот крем под глаза eye cream anti-aging то есть противовозрастной очень редко им пользуюсь купила в паунлэнде за 1 фунт вот пока и все что есть на моих полочках в ванне если вам интересны такие ролики буду вам рассказывать показывать все что у меня есть во всяких шкатулочках шкафах одежда обувь сумки все это лежит у меня сейчас в шкафах мертвым грузом и я практически этим не пользуюсь все это нужно было до пандемии все это было нужно в лондоне всякие красивые платья я надевала когда выходила в свет на выставки на мероприятия а сейчас я никуда не хожу поэтому оно мне и не пригождается то есть в принципе гардероб весь который я купила в лондоне просто пока висит будем надеяться что скоро мы начнем полноценно жить и выходить не только в город но и ездить по разным странам пока на этом все пока пока все